Да, друзья, это случилось. И на самом деле мы все предчувствовали, что такое может произойти. Но лично я полагал, что Кейди пойдет на такой крайний шаг лишь после того, как будет точно известно, что Карри Ирвинг покинет организацию Бруклин Нец. Но вышло все куда интересней. Так что же подтолкнуло лучшего скорора лиги на такое решение? Почему все вообще пришло к этому? Давайте порассуждаем. Добрый день, дорогие подписчики и гости. Вы на канале Оранжевый Мяч, и сегодня мы обсудим возможные причины ухода Дюранта. Его будущее и будущее Бруклина в этой ситуации. От вас я попрошу только лайк и подписку на наш канал. Давайте попробуем пробить 700 больших пальцев вверх. Буду вам очень признателен. А спонсором нашего сегодняшнего ролика является прекрасный баскетбольный магазин Geto Basket Shop. Огромный ассортимент баскетбольной атрибутики, продукции различных брендов, будь то Nike, Jordan или даже NotFace. 7-летний опыт работы в данной области. Отменное качество, своевременная доставка и отзывчивый продавец – это именно то, с чем вы столкнетесь при покупке в данном магазине. А для того, чтобы выбрать что-то для себя и сделать заветный заказ, вы можете посетить телеграм-канал данного магазина, паблик ВКонтакте или их официальную страничку в Инстаграм. Все ссылки я, разумеется, оставлю в описании к данному ролику. А если же вы проживаете в городе Уфа, то сможете приобрести товар по старинке, посетив их магазин по адресу улица Иркутская, дом 48Б. Покупайте качественные вещи, друзья, и играйте в баскетбол еще лучше. Все, ребят, теперь поехали. Так, ну начнем, наверное, с причин. Первоначально всем нам могло показаться, что Бруклин покинет именно Кайри Ирвинг. Он не хотел продлевать свою опцию игрока еще на один сезон, а Бруклин совершенно точно не хотели давать ему максимальное многолетнее соглашение. Стороны пришли к тупику, и тут понеслось. Массированные слухи об уходе Ирвинга из команды. Самый глобальный из всех, что мы слышали, конечно, в Лос-Анджелес Лейкерс. Говорят, Ирвинг сам даже пытался писать Леброну, чтобы обсудить возможный переход в стан озерников. Но этого не произошло. Мне кажется, что это все-таки лукавство и вранье по поводу того, что он там что-то кому-то писал. Потом попытаюсь объяснить почему. Конечно же, за 6 миллионов долларов в год, которые есть у Лос-Анджелес Лейкерс под потолком на его подписание, Ирвинг играть не захотел. Да и других хороших вариантов он в итоге не нашел. После этого продлил свою опцию игрока и остался в Бруклин-нет. Казалось бы, ладно, проехали, сейчас вернется Бен Симмонс, можно все-таки попытаться выигрывать и здесь. Но... Тут как гром среди ясного неба, запрос на обмен уже от Кевина Дюранта. Притом конкретный запрос, продуманный со списком команд, куда бы он хотел перейти. Это было неожиданно, но уже произошло. Все стали разбираться, почему же он пошел на такое. И конечно же, камни полетели именно в Ирвинга. До чего греха-то и даже я обвинял его во всех бедах, оправдывая действия Кевина. Но сейчас, совсем недавно, появилась другая инсайдерская информация, которая лично у меня вызвала полное недоумение. Эдриан Войнаровский, один из самых уважаемых инсайдеров СИАНБА, заявил, что Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг чуть ли не лучшие друзья до сих пор. Они хотят играть за одну команду, мечтают играть вместе, но... Но не в Бруклине. Чего? В плане не в Бруклине. То есть проблема все-таки в НЭЦ? Подождите, проблема в команде, которая отдала все, что имела ради того, чтобы вас объединить? В чем тогда проблема в генеральном менеджере, в Стиве Нэше? Может вообще в Бенни Симмонсе, его заколдованной спине и нежелании играть в плей-офф? Неужели отношения с руководством настолько плохи? И Ирвинг вон даже остался. Почему нельзя поиграть еще годик здесь? Это все очень странно. Я не хочу сейчас придумать, друзья, какие-то причины от себя или гадать на кофейной гуще. Но судя по всему, разлад и разочарование в Ирвинге можно отбросить. Войнаровский, я точно верю, он врать бы не стал. У Кейди и Ирвинга все в порядке. Ладно, это все рассуждения для бедных. Фактов у нас пока точных нет. Но что же теперь ждет Кевина Дюранта и Бруклин НЭЦ? Начнем, наверное, со списка команд, которые нравятся самому Кевину и в которые он бы хотел уйти. Их на самом деле всего две. Майами и Феникс. Остальные уже на усмотрение организации, как говорится. Что касается Феникса, то они, конечно же, заинтересованы в обмене лучшего скорора лиги. А кто бы не был заинтересован. По слухам, Санс готова отдать за него Деандра Эйтона по схеме сайны трет сделки. Плюс, я полагаю, несколько хороших игроков и пики в довесок. Более четкий пак сформировать для вас я не могу. Выдумывать не хочется, а конкретных слухов еще не было. Проблема здесь в том, что по сообщению инсайдеров, Бруклин НЭЦ готова выстраивать обменную сделку с Фениксом только при наличии в ней главной звезды команды Дэвина Букера, с которым, между прочим, Санс активно пытается продлить контракт на ближайшие годы. И вот на такое Феникс точно пойти не захочет, что уменьшает потенциальный успех данного варианта. Вторая сделка может быть с Майами. И тут, кажется, больше возможностей для маневра, но это на первый взгляд. По слухам, опять-таки, Бруклин заинтересован в получении Бэма Адыбайо. Именно он будет ключевым игроком этой сделки, что лично по мне идеальное решение для Майами. Они в любом случае пошли ва-банк в прошлом сезоне, подписав Лаури. Джимбо уже не молод, команда собрана в стиле для победы здесь и сейчас. Только вот, друзья, тут возникает другая проблема. Угадайте, в ком она? В Бене мать его Симмонси, у которого сейчас действует максимальный контракт новичка. Дело в том, что по правилам лиги, так называемому правилу Роуза, команда НБА может иметь в составе лишь двух игроков с новичковыми максимальными контрактами. И только лишь одного из них они могут получить при этом в процессе обмена. Проблема тут в том, что НЭЦ уже получили Симмонса при помощи обмена с Филой, так что Адыбайо не сможет перейти в Бруклин путем трейда, если только НЭЦ не захотят отдать хит еще и самого Бена. Тогда да. Отсюда главная проблема, что в таком случае может отдать хит Тайлера Хироу, всех важных ролевиков и миллион пиков? Вопрос на засыпку, как говорится. О, ай. Ну, ладно. Мне, как фанату Торонто, хотелось бы увидеть Кейди в Репторс. Да, это невозможно. Да, практически нереально, конечно. Но, блин, не забывайте, кто рулит этой организацией. Человек, который в похожей ситуации в свое время уже проворачивал идеальную сделку с обменом Демара Де Роузена на Кавай Ленарда. В подробности того обмена уходить не будем, но у Торонто есть активы, чтобы удовлетворить потребности Бруклина. Если Нец настолько обидится на Кейди и выберут ему клуб не из того списка, что он запросил, то почему бы и нет? Условно, за Дюранта спокойно можно было бы получить праймового Сиакома и все еще молодого элитно защищающегося Оджи Ануноби. Ну и пиков в довесок, чтобы точно подсластить данный трейд. Выглядит ведь не так плохо, да и Бруклин после такого обмена выглядел бы супер. Бен Симонс, Кайри Ирвинг, Оджи Ануноби, Паскаль Сиаком и Николас Клэкстон. Ну или кто там у них на центре будет играть? По мне это команда уровня конкуренции в плей-офф, да и Торонто получили бы желанную суперзвезду. Короче, мечтать не вредно, друзья, можете смеяться, но я все-таки буду это делать. Подводя итоги, мне хочется сказать одно. Кейди я желаю найти то место, где он сможет раскрыть весь свой потенциал и доказать всему миру, чего он стоит. А Бруклину максимально мягко перестроиться и получить взамен своей главной звезде ценные активы для дальнейшего развития. Я надеюсь, что здесь все обойдется без скандала и пройдет мирно. А на этом наш небольшой, я бы сказал, экстренный ролик включения подходит к концу. Оставляйте свое мнение в комментариях, где бы вы хотели увидеть Кевина Дюранта. Как нужно поступить руководству Бруклина в этой ситуации? Будет очень интересно почитать. А я прощаюсь с вами. Не забывайте про наш телеграм-канал. Там все самые свежие новости из НБА, да и просто по нашему каналу. Услышимся в новых видео. Всего вам доброго, друзья. Не болейте. И до связи. Субтитры сделал DimaTorzok